В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Запорожцы стали меньше доверять полицейским. Об этом свидетельствуют результаты третьего раунда социально-политического мониторинга, который проводили в городе с 14 по 19 сентября. Всего было опрошено 842 человека в возрасте старше 18 лет. Один из ключевых вопросов – работа новой полиции. Каждый десятый житель города недоволен действиями стражей порядка. Почти 60% опрошенных отмечают положительные изменения в деятельности городских властей в Запорожье. В частности, это касается ремонта дорог, уборки мусора и строительства детских площадок. Кроме того, большинство запорожцев дают положительную оценку деятельности городского головы. Позитивно оценюють наразі близко 63% – це саме діяльність мера. Негативно оценює на данному етапі кожен десятий мешканець міста і відбувається скорочення категорії тим, як важко відповісти. Якщо б вибори до, не до, а в міську раду на посаду мера міста відбулись найближчої неділи, то переміг би, як і майже рік тому, Володимир Буряк. Открытая площадка для бизнеса. В Харкові прошел восьмой международний экономический форум, куда приехали делегации из 30 стран мира. Мероприятие посетили и представители Запорожской области. Как прошла встреча? И о тех, кто готов инвестировать в Украину, расскажет Мария Маракелян. Уже восьмой год Международний экономический форум в Харкове становится открытой площадкой для деловых переговоров и налаживания контактов. В этот раз сюда прибыли около 600 представителей из 30 стран мира. Среди участников также были председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль и его первый заместитель Дмитрий Довтян. На форуме говорили о механизмах выхода на международные рынки и создании благоприятного инвестиционного климата. Мы полностью стремимся к тому, и в принципе это наша задача, и как говорилось сегодня руководство страны, убрать бюрократическую коррупционную составляющую. Это те два момента, которые на 100% всегда отпугивали инвесторов. Несмотря на то, что у нас Запорожская область все-таки является прифронтовой областью, точно так же, и зоны боевых действий непосредственно граница с Донецкой областью. Но по сегодняшним результатам сегодняшних инвестиций говорит, что все-таки идут позитивные моменты стороны инвесторов. Форум в Харькове стал индикатором того, что инвесторы готовы вкладывать деньги в Восточную Украину. И Запорожская область не стала исключением. Я сегодня хотел бы выделить там несколько отраслей, которые стратегически важны для Запорожья. В первую очередь это альтернативные источники энергетики, солнечная и ветреная энергетика, сельское хозяйство и промышленность. Надеюсь, что в ближайшее время на форуме, который пройдет Запорожская область, мы получим какие-то результаты уже конкретные. Инвестиционный форум в Запорожье состоится уже в октябре. Ожидается, что во время его проведения будет подписано несколько контрактов с иностранными компаниями. Я думаю, что Запорожье является одним из ведущих промышленных и энергетических регионов Украины. И, как показывает эта конференция, есть большой потенциал для сотрудничества. У меня еще не было возможности посетить Запорожскую область, но я думаю, что скоро она появится. Форум в Харькове показывает заинтересованность, в частности, американских инвесторов, в том, чтобы налаживать сотрудничество с украинскими партнерами. Вместе быстрее и эффективнее в пологах состоялась экоакция по уборке города. Мероприятие не ограничилось. Одним субботником были и экологические квесты, пикчер-сушка, детских рисунков и, конечно, призы. Подобное мероприятие организовали впервые, и это только начало проекта, обещают активисты. Подробнее расскажет наш корреспондент Екатерина Шапка. С утра в городской зеленой зоне отдыха, которую жители полог называют «Бублик», непривычно много людей. Десятки горожан собрались на экоакцию. Ее цель – навести порядок. Мы хотим привести эту зону отпочинку в порядок до зимы, а зимой мы уже хотим заняться облаштуванием нашего пляжа, чтобы там влитку можно было купаться, загораться все, как было когда-то. Мероприятие начинают с экологического квеста. Его участники – старшеклассники местных школ. Для двух команд приготовили несколько конкурсов. В этом задании главное – прыгать через скакалку и, перечисляя растения пологовского края, при каждом обороте назвать одно растение. А рядом действует пикчер «Сушка». Маленькие пологовцы представляют в рисунках будущий вид зоны отдыха. Это не очередной субботник, а стремление превратить подобные мероприятия в своего рода праздники, говорят организаторы. Идею удалось воплотить сотрудникам газеты «Пологовские вести». Грант предоставили польские фонды. Они рассказали про свой опыт и рассказали нам, если у вас есть какая-то проблема, с которой вы хотите ее решить таким интересным, неординарным способом, пожалуйста, посчитайте нам. Я написала, что можно было бы попробовать бороться с сметой в нашем городе. Чем больше урн установили, чтобы нашу зону отдыха привели к порядку. Они согласились, дали нам на это финансовую поддержку. Пока участники квеста проходят полосу заданий, жители «Полог», поддерживающие акцию, устроили массовую уборку. С первых минут субботника активисты отмечают. Собрались не зря. Находки удивляют. Я зашел за место на публике, где лежит использованный матрас. Вот такие массовые заходы, которые нужно проводить, как можно чаще. Потому что, ну, как одна людина, ну что, ну, она там прийдет, что-то делать, ну, она не взмотит. Перед акцией организаторы спрятали небольшие сувениры под кучами накопившегося в сквере мусора. Задача участников квеста – найти их, собрав отходы. В последнее задание мы собирали сметки на швидкость. Мы сегодня все делали. И малювали, и ребусы разгадывали, и тварин называли, и рослин. Всем участникам квеста сладости и призы на память. Во время акции горожане покрасили ограждение пешеходного моста и собрали около тонны мусора. В планах у организаторов акции навести порядок на местном пляже. Оксана Заводовская, Екатерина Шапка, Александр Доля, Пологи, ТВ5. Альтернативному джазу быть. На запорожской сцене два дня выступали музыканты из Украины и Армении. Фестиваль состоялся в нашем городе не впервые, но формат тот же. Выступления заранее не готовят, их придумывают на ходу и уже на сцене. Юлии Пасько удалось побывать на фестивале, она расскажет подробнее. Фестиваль альтернативного джаза в Запорожье продлился все выходные. Последний день мероприятия открывал коллектив New Brain Trio совместно с гостем из Львова, музыкантом Михаилом Балогом. Свои композиции исполняли при помощи гитары, саксофона, ударных и клавиш. Направление – альтернативный джаз. Инструментальная музыка ближе к джазу. Я думаю, что любители классического джаза скажут, что это не джаз. Ну, альтернативная импровизационная музыка. Главное отличие классического джаза от альтернативного – музыканты импровизируют на сцене, а не готовят композиции заранее. Он радикально отличается от мейнстрима. Мейнстрим – это мейнстримовый классический джаз. Он просчитывается от начала до конца. А тут загадка. Тут постоянная импровизация. Они на другой день могут играть совершенно другую музыку. Все зависит от их состояния. За три дня фестиваля перед запорожцами выступило девять коллективов. Приехали даже гости из Америки. Это из-за Львова трио «Токаря». Потом вот два киевских коллектива. Сегодня будет играть «Нью Брейн Трио». Брови папы уже отыграли. Наши запорожцы будут два коллектива. И харьковчане. Был американец IDM Death Table, такой входящий дефибриллятор из Портленда. Этот человек играет импровизацию, шумовую музыку. И вот сегодня будет выступать свитчбек. В прошлом году организаторы также приглашали иностранных исполнителей, которые приехали и в этот раз. Свой первый приезд в Украину вспоминают до сих пор. Это был мой первый визит в Запорожье. Да и в Украину. Во время прошлого концерта я получил большую энергетическую отдачу от людей. Мы даже записали тот концерт. Он был настолько крутым. У меня даже с собой был диск с этим концертом. И я его хотел тут подарить. Послушать альтернативный джаз пришло немного запорожцев. Однако те, кто все-таки посетил концерт, остались довольны. Я очень счастлива, что у нас есть это творчество здесь. Развивайтесь, продолжайте. Море драйва, море энергии и море позитива. Я очень хочу, чтобы в Запорожье каждый год, каждый сезон у нас был джаз. Юлия Пасько, Дмитрий Сахно, ТВ5. Рыбалка для детей. В Запорожье состоялся семейный фестиваль рыболовные каникулы. Научиться о замрыбалке могли все, но главными героями праздника оставались дети. Сначала обучение, а потом соревнования и ценные призы. Как проходило мероприятие, видела и наша съемочная группа. Традиционно в селе Нижняя Хортица собираются любители рыбалки. Сюда приезжают целыми семьями. Главный герой на этом фестивале – дети. Здесь собрались ребята от 7 до 15 лет. Фестиваль – хорошая возможность узнать много нового. Вначале урок об обитателях подводного мира. Затем – мастер-класс. Деткам рассказывают, как правильно замешивать прикормку, снасти. Все мастер-классы проводят профессиональные спортсмены, которые в этом разбираются. После мастер-класса все желающие могли применить на деле полученные навыки. Для более опытных участников – рыболовный турнир и ценные призы. Удочки, котелки и рыболовные снасти. Главный приз – лодку – удалось выиграть семье компанеец. Все благодаря младшему сыну. Вес 7 килограмм 115 грамм! Семья в турнире участвует ежегодно, однако приз получает впервые. Это наша такая вот первая победа нашей семьи. Очень удивительно и приятно. У нас ребенок по жизни такие имеют лидерские качества, и мы надеемся, что он достигать будет всегда свои цели. Теперь на лодке будем кататься. В этом году фестиваль «Рыболовные каникулы» запомнится и особой наградой. На четвертый фестиваль приехали официальные представители Книги рекордов Украины для фиксации рекорда. Сегодня зафиксирован рекорд Украины до 57 участников от 7 до 15 лет. Такие мероприятия способствуют экологическому воспитанию подрастающего поколения. Совсем скоро в Запорожье пройдет акция в рамках экологической инициативы «Спасем Днепр вместе» при поддержке комбината «Запорожсталь». В рамках инициативы устанавливаются искусственные нерестилища, а также гнезда для птиц. Пополняются рыбные запасы реки и убирается мусор. За четыре года в эко-мероприятиях приняли участие порядка 5,5 тысяч человек. Комбинат «Запорожсталь» в недалеком будущем планирует широкомасштабную акцию. Она пока анонсируется на сегодняшний день. Это тоже будет инициатива большого металлургического предприятия. И мы призываем всех неравнодушных, активных жителей города, жителей области принимать участие в добрых инициативах. Екатерина Даньшина, Александр Гоц, ТВ5. Это была последняя информация этого выпуска. Уже в 19.00 мы расскажем больше интересных новостей. Вердикт таков. Ливневка не справляется. А постоянная вода во дворе и в доме – наглядное подтверждение. Медовая ярмарка, театрализованное шествие, концерты и не только. В Мелитополе отметили 232-й день рождения. К старту готовы. Баскетбольный клуб «Запорожье» провел предсезонную пресс-конференцию. Напоминаю, новостях «Запорожье» и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 19.00. Субтитры создавал DimaTorzok